Приветствую, дорогие друзья, на связи GrimOptimist, мы сегодня с вами играем снова в All&Wake Так, это мы уже читали книжицу, и нам теперь нужно найти нашу подругу, которая пропала при, скажем так, загадочных обстоятельствах И я улетаю вниз, ладно, давайте умрём Заново придётся начать, что-то не в ту сторону пошёл Хорошее начало, действительно Газовая станция была моим лучшим предметом, у них есть телефон, который я мог бы использовать Это было бы, как длинный хайк через фореста, чтобы туда Да уж Черт возьми Здорово? 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 Кто-то там? А, ну да, вот ещё один интересный элемент геймплея То, что он находит страницы в своей рукописи Треницы письма были книжки из книжки, назван «Департурка» Это был имя, который я планировал использовать для следующего нового, которого я никогда не начинал Я назвал автором Я не писал его Я не мог бы вспомнить, что это написано В сцене на письме, героя был оттеклен в лесу в ночи Вот и можем и прочитать Человек повернулся ко мне, лицой воскрывали тени и в ямраке окружающего нас леса Его почти не было видно, в отличие от запачканного крови топорана и занесённого для удара Человек безумно ухмыльнулся, тени казались живыми и искажали его лицо Это была сцена из кошмарного сна, вот только я не спал И вот он будет теперь по этим рукописям узнавать, что будет дальше То есть это вообще такая беспрецедентная просто акция, да, скажем так И чтоб в игре нам говорили, что будет дальше происходить Никакого открытого мира здесь нет, сразу говоря То есть тут особой свободы нет, хотя изначально в этой игре я знаю, что планировался открытый мир, но слава богу, что они его не сделали, потому что это была бы полная жесть, скорее всего И вот мы пришли на лесопилку Может быть, я не должен идти по всей дороге до газа, чтобы найти телефон А кто-то здесь? Пожалуйста, я был в университете Эй! Эй, ты! Университет! Университет! Я нужна помощь! Университет! Я нужна два... Университет для налога в... Университет! О, боже! Крл... Стеки! Пожалуйста, чтобы вы не помочь, Не обеспечивая... Массивирование... Университет требований! Сверх и сверх... Нет! Конечно же! Неuded… Нажелается, что мест andra配 AL ... Да.. У нас нет ни фонаря, ни оружия Время! Так, кофе. Ну, давайте возьмем, раз уж нашли. Видите, как тьма тут искажает, как бы, пространство даже. Страница, почитаем. Одержимый стоял передо мной, на нем невозможно было сосредоточить внимание, словно находился в слепой зоне, разросшийся от множественных повреждений головного мозга. Из него сочели стени, расползаясь, как чернильные пятна в воде, как облако крови от укусов акулы. Меня охотил ужас, я сжал фонарик так сильно, как будто это возвесило мою жизнь. Всей душой желаю, чтобы он не дал твари подойти вдруг. Вдруг что-то произошло, и свет как будто стал ярче. Проблема в том, что у нас нет фонарик. Он не сможет туда зайти, насколько я знаю. Надо было что-то делать, в любой момент с таки мог начать пушить дверь топором, как Джек Николсон в фильме Сияния. А вот и револьвер. И фонарь. Так, давайте посмотрим батареечки. Батарейки энергайзер, кстати, по-моему, судя по всему. Патроны. Использовать телефон? Ну-ка, давайте попробуем. Да! Попробуй! Продолжение следует... Здравствуйте! Здравствуйте! Вы можете увидеть виды, и держите эти колокольчики. Оборвал... Девушки отдыхают... Но теперь у нас есть оружие, так что уже не так страшно. У них больше. Есть что-то. У них нет тела. Они просто исчезли. Если я мечтал, это было реально, чтобы не было меня сомневаться. Эта штука была выяснена от моего флешка. Кто-то был выяснен в крючок посадки рядом. Эта штука была последняя, где я хотел идти. Так, это было последнее место, где я хотел идти. Но у меня нет выбора. Я должен приехать в газовую станцию. Блин, я все время не эту кнопку нажимаю. Проблема, что они редко по одному нападают. Так. Да, Energizer? Такая ненавязчивая реклама. Роуз знала, что слишком разговорилась, но ей было плевать. Она была твердо убеждена, что краткая встреча с Сауной Вейка была лучше, что с ней когда-либо случалось. Она смотрела, как он садится в машину вместе с женой. Какая она красивая, уверенная, как легко, в отличие от Роуз, держится с Вейком. Они были идеальной парой. Она бы душу отдала лишь бы называться их другом. Ну, то есть, как бы, путешествуя по окрестностям, вы не только полезные вещи можете найти, но и также какой-то бэкграунд узнать. Игры, да? Вот эта техника имеет свойство оживать. Но в данном случае она не оживет, потому что еще начало игры тут довольно просто. Все, пока Что это было? Когда я увидел на земле, что-то не поднялся внутри меня. Я понял, что я должен найти дорогу. Я даже не хотела посмотреть на воду. Да уж, лучше не падать внутрь. Так, тут только кофе. Что это такое там? Страница рукописи. Барри Уиллер не находил себе места. Отчаявшись дозвониться Аллану или Элис, он бросился в аэропорт. Может, конечно, они устроили себе второй медовый месяц, но Барри это не верилось. А в последнее время был весь на взводе и сдерган. Плохо спал. Не до любви ему было. В баре знала, но Элика уже многие годы. Теперь на утром чувствовала, что-то случилось. С этим товарищем, я думаю, мы еще встретимся. С нашим другом. Ведь заклонка в той стороне, но... Эээ... Так. Мы его не боимся особо. Тем более нам тут ништяков подогнали. Игра вообще как бы не страшная сама по себе. Но атмосферный, как я уже говорил. Тратить батарейки пока смысла особого нет. То есть тут можно и без этого обойтись. Да, лесопилочка. Так, нам туда, поэтому мы глянем сюда. Да, тут тем более красочка. Понятно, что нам наверх, но мало ли здесь может что-то еще есть. Две пачки батареек, что тоже неплохо довольно-таки. Теперь у нас с батарейками полный порядок. Интересно, я не... Да, нормально, можно прыгать. Стоп. Что, неужели нам сюда? Да не, вряд ли. Ну-ка, если запрыгнуть... Да не. Так, так. Ну на самом деле, на нее залезть-то можно вполне было бы. Хотя, ну, высоковато, но можно было бы залезть Ничего сложного сильного Патронов максимум И, видимо, батареек тоже Ну-ка, как на батарейке Черт, не та кнопка Тоже не могу, не, все максимум Ну, теперь нам сам черт не брат Так что можно нагибать смело Возьмем термос, не знаю, зачем Там, как бы, если взять, там что-то открывается Но, говорю, для этого надо пройти игру два раза Чтобы их собрать, поэтому, в любом случае, смысла в этом немного Для нас Оп, так лучше не делайте, ребята, никогда Электричество не было Электричество не было Так, электричество Ага, вот оно Ну, тут по-любому сейчас кто-нибудь вылезет, я уверен в этом Ну, истратим пару батареек Новый проблем Ничего сложного Пару батареек мы потратили, но Да, жалко, геймпад не вибрирует, конечно Так, я не понял, как это включить Видимо, не... Ну, это очень странно, что не поддерживается Давайте, кстати, еще раз глянем Может, все-таки я что-то туплю Управление так Ну, понятное дело, что вот Горитикальное, понятно Горячие клавиши, это у нас Чувствительность нормальная Поле зрения всегда прямо выключено Контроллер А вот, а, вибрация, вот, включена Все Да, как-то я плохо искал, видимо Вот и тут можно здоровье восполнить На солнышке Сначала я услышал, а потом видел, как они визгом пикируют на меня Настигнутый облаком я завертелся на месте Секунду я смотрел в сотню мертвых глаз Блестящих в юноте, как черная жемчужина Я поднял фонарик, и стая взорвалась, подобно фейерверку Переогорели и превращались в пепел За их криками я не слышал своего Птицы напали на Вейк И у нас здесь дробовичок, ребята, есть Вот, но использовать мы его пока не будем Скажем так Это на черный случай Как-то так Так, не забываем, что у нас здесь Предметы, которые теперь уже нам не помешают Кстати, у меня же пистолеты револьвер не полностью заряжены Опа Так Ну, все Идем дальше Так, тут у нас есть Отлично Патроны для дробовика Это просто супер Ну, слушать эти Не обязательно Они просто как бэкграунд Опять-таки Обязательно Посматриваться нужно по сторонам Еще ракетница Теперь у нас два патрона для ракетницы Ну, это Это супер Она ваншотает Можно ваншотнуть сразу нескольких противников Как вы видели Здесь я, человек Кто-то сохранит тебя в течение всего часа, если я не мог А, это выглядит Как Как Находят страницы Вначале я находил страницы одну за другой Словно, по воле случая Книга, которую я не мог вспомнить Была то ли ужасным праведным пророчеством То ли актом творения, которое заново переписал мир Я начал охотиться за страницами Охотиться лихорадочно Потому что у меня содержалась разгадка тайны Заполучив эту разгадку Я мог спастись И спасти Элис Словно, по воле случая Так, чё-то тут как-то нездоровая какая-то херня происходит Ах ты Давай, давай Так, тихо Фу, отбились О, пошла вибрация теперь Тут на нас не могут напасть Пока мы стоим Так Ну, естественно Тут, как вы понимаете, не пройти Вообще Вообще ни хера не видно Это уже проблемы Это уже проблемы Их четверо Твою мать Надо убегать Я с четырьмя Я с четырьмя не смогу справиться Давай, давай Черт Все, я умер Ну их четверо, ребята Это жесть Как с ними бороться, блин Четвермя сразу же Четырьмя Конечно, можно было ракетницы Но они опять же не в куче были Чтобы их одной ракетой накрыть Конечно, играть в эту игру На легкой сложности Это глупо То есть В нее надо играть На средней или высокой Да, они исчезают, блин Когда я Залажу Ладно, будем понемногу Их отстреливать Ух ты Да куда ты смотришь-то? Фух Так, одного мы убили Я надеюсь, он заново не появится Не должен заново он появиться Так, сзади Отлично Так, тихо Опять они исчезли Я не знаю Появляются ли они заново Но вроде нет А может и появляются Фух Так, вроде отбились Не знаю Все, не все противники Ну вроде все Твою мать, а Ху-ху-ху-ху Патронов-то почти не осталось Жесть Жесть Конечно, есть дробовик еще Давайте прочитаем Телевизор на бензоколонке Я шагнул в гараж Я шагнул в гараж бензоколонки Было темно и тихо В гараже не вести Что творилось Похоже было, что его нарочно разгромили Или там произошла серьезная драка Свет лился в помещение Через открытую дверь В задней стене Я направился туда И вдруг меня ослепила яркая вспышка Старый переносной телевизор На полке сам с собой вожил Невероятно, но я увидел На экране самого себя Ведущего безумные речи Да уж Я просто почему сюда пошел Я надеюсь, что может здесь есть какой-то схрон Где Нет, нет, ничего Где можно раздобыть патроны Потому что у меня с ними реально проблемы Ну, придется использовать В крайнем случае Дробовики и ракетницу Иначе я труп То есть не так уж просто Ребята, я вам скажу То есть Были там моменты, когда Так, отлично Все, остановили здоровье Батарейки, патроны Нам туда Тут ничего нет все равно То, про что я говорил О, тут схрон Супер Еще ракетница Ну, блин, это все, конечно, очень хорошо Но Не патроны для револьвера лучше Я боюсь, что-то сразу с этой херней ходить Вот черт, а Четко Получилось Всех перестреляли Без каких-либо проблем Так Давайте внутрь заглянем Там вроде как Безопасно Да, дробовичок Патрончики Речки И впереди Лесопилка опять Вот, но на этом Мы с вами эту серию Заканчиваем Надеюсь, что прохождение вам нравится Не забывайте ставить большие пальцы вверх Если это так Не забывайте подписываться на канал Вступать в группу ВКонтакте Совсем скоро с вами увидимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok